Ведет местная телекомпания Channel 7 Вот на всякий случай еще такие подробности, что всего лишь четырьмя камерами обходятся Телевизионщики Астралии в показе мирового первенства Две камеры стационарные, стоят они на трибуне в торце зала А зал называется State Sports Center Здесь целый комплекс различных спортивных сооружений Один из них вот этот вот по нашим понятиям дворец спорта Который может трансформироваться в искусственный каток, в игровую и баскетбольную площадку Такой многоцелевой, ну и соответственно в боксерскую арену И Сидней выдвинул свою кандидатуру на проведение Олимпийских игр 2000 года И в частности вот этот весь комплекс спортивных сооружений, которые здесь находятся А это примерно в 22-24 километрах от центра города, от даунтауна Вот здесь именно основные Олимпийские арены и планируются Но откровенно говоря, мои коллеги-журналисты, аккредитованные здесь, их очень много из разных стран Вообще соединодушны в оценке, что сама организация работы в пресс-центре, например Ну, как говорится, достойна критики Видимо и опыта недостаточно, да и в общем как-то не очень присматривается к чужому опыту руководителя местного пресс-центра Недостаточно информационных материалов, практически не устраиваются встречи со спортсменами Лишь только обещана нам пресс-конференция с чемпионами по окончании боев Но как так можно? Вот чемпион определился, а следующий будет, что журналист бросит все и будет беседовать со спортсменом В то время как в следующем бою определяется победитель мирового первенца, конечно же нет А если проводить общую пресс-конференцию, вы сами представляете, какая свалка будет в этот момент в пресс-центре Шесть победителей сразу, и по местному времени бои закончатся в половине одиннадцатого вечера Так что есть свои проблемы, и несколько скептически мои коллеги относятся к кандидатуре Сиднея на проведение Олимпийских игр 2000-го года Ну, видимо, по сути, все-таки Австралия страна отдаленная от мира Здесь свои, если можно так сказать, правила жизни, свои особенности Ну, для нас, людей из северного полушария, довольно забавно ощущать, например, следующий парадокс Что благоприятен для жизни здесь не южный ветер, как у нас, который несет тепло, а северный, поскольку он несет тепло Как раз сейчас вот, когда здесь лето, и, собственно, погода должна быть очень жаркой, правда, пока прохладная Все готовятся к Рождецу, к Крисмосу в разгаре лета Как продаются елочные игрушки, елочные украшения, покупаются подарки Жарки, в то время как очень жарко, и у многих ходят раздетыми Итак, начался первый раунд Смотрим Право на экране Грифин Слева Марселло Оба боксера Смели вести бой В таком плотном, жестком В временном графике Но вот я смотрю, Марселло, понимая, что Грифин вот именно этим силен, пытается с дистанцией наносить удары Не так, Юрий Егорович, видимо, выбрал такую тактику Они пока оба предпочитают баксировать на зале с дистанцией Они взравят давно друг друга Если будет кто-то быстрее, сейчас будет кто-то быстрее Американец пытается сблизиться Кубин старается сдерживать его на дистанции Маневрирует кубинский боксер Вот он закрылся, Грифин Перекрывает удары И все время правый наносит корпус Два удара, три удара Кубин, кто влевшит И будет ослабиться неплохо Удары достаточно точные Кубин попал Сейчас Слева Для тех, кто может быть еще не так хорошо знаком с условиями Проведения баксерских поединков Хочу напомнить, что По правилам Баксеры проводят три раунда По три минуты С минутным промежутком отдыха И соревнования оценивают пять боковых Судей У них специальные пульты На которых они отмечают правильно нанесенные удары И вот Если три арбитра из пяти Зафиксируют нанесенный удар одному из спортсменов Этот удар засчитывается Идет во вскид к боксеру И боксер, который нанесет большее количество ударов За три раунда Становится или объявляется победителем Кроме этого, существует еще и кнопка предупреждений Если боксер нарушает правила Получает замечания от арбитра Три замечания Значит, тут же следует наказание И автоматически компьютер снимет три удара Нанесет из тех, что боксер нанес во время поединка То есть уменьшит это число Накануне в полуфинале Такие два предупреждения Оказались очень весомыми Для двух боксеров, в том числе одного Кубинского Обид было много Больше того, я даже хочу сказать Что соперник болгарина Кир Корова Суцель Солтани Проигравший два очка Ему как раз и было вынесено предупреждение Очень был расстроен И 100-ти членов команды Подошел к арбитру И плюнул ему в лицо Крепили Не знаю, какие выводы сделает Аиба из этого Но вот первый раунд завершился Как вы можете заметить, Юрий Егорович? По-моему, где-то равная борьба была Равная, первый раунд Ну, просто это равная, красивая И кажется, что американец нашел ключик Кубинского Он, собственно говоря, не очень верит Потому что это значит, что он уже Матлёбович На среднем возрасте Практически из юниоров Перейдет, должен быть стать чемпионом мира Среди взрослых Это, мне кажется, не реально А бывает Бывает, но он и внешне выглядит Таким взрослым мужчиной Он еще, к тому же, и обладатель кубками Все американец поточнее В начале раунда Пропускают, глубинят много Хочу напомнить нашим зрителям Что сегодня в числе шести финалистов И двое советских Артура Григоряна из Сашкента И Александра Летязякова из Магадана Среди двенадцати Пройдите, да В шести боях будут принимать участие Среди гранд-геналитов Благодаря И только с улицом Советский срок Я должен передать всем любителям Ливистым, родным Что команда В нормальном состоянии Все живы, здоровы Что-то только утрам Нет Горят желанием Продолжать успешное выступление Как попал сейчас Гриффин слева Так, Угенец решил пойти во встречный бой В обмен ударами И как-то вот измотать Гриффина Но Гриффин Летяще защищает Он закрыт И очень точно контратакует Гриффин слева И как Гриффин порой пропускает удары Справа, если Гриффин попал Теперь Гриффин пропускает Но это мощная, сильная атака. Посмотрите, Кубинец вообще уже не думает о защите. Вот еще рано он поборит тут. Конечно, если судьям фиксировали хотя бы 50% нанесенных ударов, то здесь преимущество американского боксера будет достаточно сильным. Естественные все удары зашли до цели. Заканчивается второй раунд. Итак, второй раунд закончен. Вот нет стандартов в показе, к сожалению. И там Гриффина нам показывали, и сейчас снова Гриффин на экране. Но чемпион мира, магия его, конечно, существует. Но вот мне хотелось бы представить Рожелия Марселла Гарсиевна. Ему 26 лет. Он виза-чемпион мира 1989 года из Гуантанамо. Провез 194 боя за свою боксерскую карьеру. Виза проиграл. Не самый характерный фрагмент выбрали, как мне кажется, сейчас для повтора. Не очень удачно, потому что он судья стоит. Тут можно быть в трех минут выбрать было сколько угодно фрагментов. Ну вот тут видно хорошо, как американец встречал на контрастах соперника. Третий раунд заключительный. Так, убедит. Так сказать, недостаток, или, будем говорить, и недостаток, конечно же. А менее высокую технику, чем американец, пытается компенсировать напором на листом. И его понять можно. Правда, мне сразу как-то вот на память приходит бой Стрелла, Копкасяна, Оля Клеметсона в норвежском полуфинале. Ронарвежец уже наносил удары, как придет. Лишь бы компенсировать числом, а не умением. И, в общем, хотя бы успокоили сейчас нашу аудиторию, я видел руку, правую руку Стрелла Копкасяна после этого боя, опухшую, синюю всю часть. Сейчас это и опухоль упала, и боль проходит. Я надеюсь, что в завтрашнем дне, когда истребил в финальный поединок, все будет нормально. Он врача трейдера сборной команды, что Валерия Анатольевича Николаева считает своим личным трейдером. Поэтому врач наш примет все меры для того, чтобы рука зажила, и отступил, что в автопрощении, что в Копкасян был прекрасный стройник. Здесь идет борьба. Идет борьба. Американец демонстрирует не только мастерство нанесения ударов, но и защитные действия. Представляете, он с дистанции наносит серию ударов. Представляете, как он подхватывает. Волшеб серию такой, подхватить надо. Вот он два удара не несет, и тут продолжает развивать атаку. Прекрасно. Я восхищаюсь тем, какой же все-таки надо иметь выносливость и силу для того, чтобы вот в таком бурном темпе провести три раунда. Это очень плотный бой. Попал в Кубинецкий, опять попал вправо. Пропускает там много? Пропускает удар от правой руки Гриффина. Все, что навстречу бьет, американец, все проходит. Вот, слушай, сейчас раз. Да. Левый тоже пропускает, но правый действительно Гриффин встречает очень точно. Вот, совесть. И разрывает дистанцию. Посмотрите, говорит, дистанцию. Посмотрите, как он правой рукой. Вот слева пропустил удар Кубинецкий. Да. Нет, здесь все-таки большое превосходство американцев. Большое, на мой взгляд. Посмотрим, как оценят арбитры, конечно, боковые. Мы уже видели здесь, на чемпионате, к сожалению, когда, ну, мягко говоря, странные были решения. Это так мягко сказать, потому что... Ну, которое бывает в боксовских пределках. Ну, в финальных боях обычно все зарплатят. Ну что, кто же выиграл? Вы как считаете? Я думаю, чемпион оставил свою позицию. Итак, мы с вами наблюдали бой Эрика Гриффина, американца, кубинцем Рожелия Марсела. Сейчас свой вердикт уже вынесли пять боковых студий, и рефери должен поднять руку нового чемпиона мира. Итак, старого чемпиона, старого, 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 да. Двукратным чемпионом мира становится американец Эри Криффин. И у него, если так можно выразиться, я думаю, уже голова в какой-то степени находится в предчувствии лаврового олимпийского венка.